Здравствуйте дорогие друзья! Наша недельная глава Баякель рассказывает историю построения Мешкана. Нужно сказать, что еще до начала сооружения Мешкана эти всегда главы упоминали важность соблюдения Шаббата. У нас сегодня Шаббат. Что сказано? И собрал Маше всю общину Израиля и сказал им, вот что повелел Господь, 6 дней работаете, а в 7-й что связано с отдыхом день. Суббота прекращения всех работ. Почему в нескольких главах, в которых описана подготовка к строительству Мешкана, мы встречаем всегда Шаббат? Дело в том, что Шаббат это цель нашей работы. Это 6 дней мы готовимся, работаем, учимся, создаем. Но цель этих 6 будничных дней именно Шаббат. В глобальном смысле мы созданы для того, чтобы завершить духовную работу, с которой в какой-то степени не справился первый человек. Напомним, что события нашей недельной главы происходят сразу после того, как Всевышний дал нам еще один шанс после сложности с золотым тельцом. Проблема, из-за которой произошел грех золотого тельца, заключалась в слове «башеш» такое. Это замедление, замедлить, задержка. И увидел народ, что медлит Маше, вернутся и так далее. Но, как известно, любой перевод Торы не раскрывает судьи. Слово «башеш», если перевести его более корректно, получим фразу «внутри шести». Значит, «внутри бо шеш». Наш народ видел, что Маше не возвращается и решил, что им и так хорошо. Зачем двигаться вперед? Зачем земля Израиля? Зачем реализовывать задачи, поставленные Творцом? Смотри, какой замечательный мир. Тут море, тут еще что-нибудь там. На буднях 6 дней хорошо сказали они. Поэтому, прежде чем народ приступает к сооружению всех составляющих для переносного храма, Всевышний говорит им, что напоминает, что у нас есть цели и задачи, без четкого понимания которых двигаться дальше невозможно. И всегда, когда человечество начинало двигаться к светлому будущему, не понимая, где эта реальная задача, оно терпело крах. В нашем поколении особенно ярко это проявляется, и наружу вышла проблема отсутствия жизненных позиций, целей. Проблема, когда люди, уткнувшись в телефоны, витают в облаках, чувствуя себя, им и так хорошо, они открыли, тут игра, тут, я знаю, там, еще что-нибудь, выкройки какие-то уже под телефоном. Поэтому, каждый человек должен помнить, как бы ему неприятно не было в виртуальном или в другом мире, что он выбран для особой миссии самим творцом мира. Случайности здесь нет. Если ты находишься в этом мире, у тебя есть миссия индивидуальная, не похожая на других, и тебя не заменишь никем, а ты сидишь... Итак, цель завершения духовной работы, на которой нам, как известно, ответено всего шесть тысяч лет. И нам некогда сидеть на месте. Наша задача это переход на новый духовный уровень в седьмое тысячелетие, в глобальный шаббат. Именно поэтому везде, где есть мешкан, рассказывается о шаббате. Вообще, шаббат это самое благоприятное время для раскрытия духовного потенциала. Но, но, надо помнить и другое. Дурное начало человека активизируется тоже именно в шаббат. Поэтому неспроста в Торе дается предупреждение, например, об огне, запрет зажигать огонь в шаббат. При этом подразумевается не только обычный огонь, но и огонь гнева, огонь расприя, огонь вражды. Суббота требует особых мер противопожарной безопасности. Поэтому написали каббалисты, что злое начало начинает работать еще в пятницу, пытаясь разжечь какой-нибудь конфликт, какую-то ссору, чтобы омрачить субботний день. Поэтому особенно внимательно мы должны быть вот в этом, вот одно из самых главных испытаний человека. Написано, не зажигая огонь сверхжилища в день субботний. Шла пишет, что этот стих говорит и об огне ссоры и гнева. Шаббат надо особенно следить за тем, чтобы не раздражаться, сохранять мир, покой и желательно улыбаться. Расскажу такую короткую вещь к Краву Якову Каневскому в дной браке. Пришел человек и пожаловался, что жена никогда заблаговременно не заканчивает приготовление к субботе. Он ее постоянно упрекает, но не помогает. Что делать? «Пойми веники, помогни жене», — сказал Стайпер. Давайте анекдоты расскажу в конце нашего урока. Просто потому, чтобы понять, что мы все люди близкие к Богу, просто иногда это скрыто внутри нашего воспитания. Двое друзей, далеких от Торы, встретились и говорят, как дела, что ново? Он говорит, что я не спрашиваю. Мой старший сын сделал шу, ушел в религию. Он говорит, ужас, соболезную, даже не знаю, что бы я сделал на твоем месте. Через некоторое время у меня встречается новая, спрашивает, ну что, как считал? И дочь ушла в религию. Ужас! Он говорит, слушай, ничего не поделаешь, надо проверить мезузы, может быть, это. Поэтому, брахава от слаха, давайте последим за языком, за выражением лица сегодня, за всем, чтобы не разжигать огонь. А если и разжигать, то это другой должен быть огонь. Это должен быть огонь радости, огонь любви, шаббат не огонь. И поэтому шаббат всегда будет нас греть. Брахава от слаха.